Добрый вечер! Меня зовут Мальцева Юлия, я автор блога в Инстаграм, который называется yoga.detox, и я нутрициолог, эксперт по холистическим методам оздоровления, специалист по детоксу, гормональному восстановлению. Я ферменталист, и я веду группу в Фейсбуке, которая называется Fermentarium Probiotic Club. Я также автор своих сайтов, это yoga.detox.ru, где вы можете найти все мои программы и также индивидуальные консультации. И я организатор конференции про бактерии, которая находится на сайте probacteria.ru, которая собрала в прошлом году более 33 ведущих российских экспертов в области микрофлоры, микробиоты. И если вы, скажем, интересуетесь темой микрофлоры, водержания микробиома и здоровья кишечника и пищеварения в целом, вот это событие, это мероприятие вы должны обязательно посмотреть. Это мероприятие прошло, оно находится в записи, и оно не имеет никаких привязок, скажем так, к каким-то датам, потому что информация, которая сейчас есть, она была записана в октябре, она по-прежнему остается очень и очень актуальной. И тема сегодняшней нашей встречи — это пробиотики. Пробиотики как часть оздоровления организма, которое я назвала ребиозом. Ребиоз, ну, ре — это перья, да, это то, что связано с обновлением, да, то вот эта приставка ре, она обозначает некое обновление. А биоз, ну, био, жизнь, да, то есть это некая перезагрузка вашей системы, то есть по три биоза можно понимать обновление и поддержание биологических функций вашего организма. Здесь мы можем говорить об правильной, о корректировке экспрессии генов, потому что мы знаем абсолютно точно, что питание, да, и об этом этим занимается нутригеномика и образ жизни, об этом занимается эпигенетика, влияют существенно на экспрессию наших генов. А гены определяют очень многое в нашей жизни, то есть они определяют качество нашей жизни. Под ребиозом мы понимаем в том числе и поддержание клеточного метаболизма, поддержание ферментной функции. Ферментная функция — это не только про пищеварение тема. Это тема про практически все процессы, в которых вовлечены белки, да, с возрастом, к сожалению, выработка этих ферментов, она угасает. Так вот, включение, поддержание микрофлоры кишечника — это очень важный момент в любой программе ребиоза, в любой программе поддержания здоровья. Поскольку мы, к счастью, движемся в сторону более комплексного системного функционального подхода, который основан не на работе каких-то отдельных систем и органов, а основывается на системной биологии. Совершенно невозможно обойти вниманием такую тему, как микрофлора кишечника и поддержание микробиоты, поддержание целостности и здоровья ЖКТ в целом и кишечника в отдельности, для того, чтобы достичь оптимального здоровья, веса, если это необходимо, оптимального уровня энергии, молодости и всех прочих преимуществ, которые сейчас нам может дать вот этот еще, скажем так, отдельный орган, да, такой, как микрофлора, будем, может быть, даже можно назвать его действительно отдельным органом. Так вот, наша сегодняшняя встреча целиком посвящена ответам на ваши вопросы, поэтому как только вопросы закончатся, мы будем заканчивать встречу. Поэтому я вас очень призываю быть активнее там, где вы меня смотрите, мы ведем трансляцию в Instagram Stories, мы ведем трансляцию в группе Frematorium на Фейсбуке, поэтому как только заканчиваются вопросы, мы сегодня с вами прощаемся и тогда будем встречаться на следующих встречах. Несколько вопросов, которые вы оставили в комментариях, да, под нашими публикациями на этой пробиотической неделе. Я начну с них и очень буду ждать ваши вопросы там, где вы смотрите, чтобы сделать наше общение максимально полезным в первую очередь для вас. Как только я вижу вопросы, я буду на них отвечать. Окей, так, первый вопрос, я вот сейчас загружаю, немножко подтормаживает у меня связь в связи с Грозолей. Значит, первый вопрос такой, кому может быть нужна программа восстановления здоровья кишечника и микрофлоры? Ну, на самом деле, если вы ребенок, если вы маленький ребенок, который родился естественным путем, который был вскормлен грудным молоком, которого в детстве не было каких-то таких неблагоприятных эпизодов, которые могли приводить к нарушению микробиом кишечника, да, и я имею в виду здесь, к примеру, различные отравления в раннем возрасте, какие-то серьезные инфляционные заболевания и курсы антибиотиков, то, в принципе, вам вот этот ребиоз, да, ребиоз проще называть просто, это не какое-то слово новое, просто я использую его, чтобы короче называть восстановление микрофлоры кишечника и восстановление кишечника, да, давайте будем ребиозом это называть, вот в этом случае, если вы вот маленький ребенок, который имеет эти показатели здоровья, в этом случае вам ребиоз, может быть, не нужен, но каждый из нас совершенно не застрахован от различных событий в нашей жизни. Во-первых, это подверженность различного воздействия различного рода вирусов и инфекций, которым мы подвергаемся, да, гепатит С, например, да, которым мы подвергаемся на ежедневной основе, и при ослабленном иммунитете, в общем-то, эти бактерии, они могут побеждать защитные силы нашего организма, хотя также представлены в том числе и микробиоты кишечника, и, соответственно, может быть нарушена микрофлора. Также, в принципе, все путешествия, да, остановки в гостиничных номерах, ресторанная еда и так далее. То есть вот это все контакты с чужеродной для нас микробиотой. Даже такой момент, как ночь в гостинице, вы никогда не знаете, каким порошком, какими средствами стираются вот эти простыни. То есть это такие моменты тонкие, которые очень часто люди не знают или не понимают. Когда вы находитесь в путешествии, даже есть такой симптом путешественника, расстройство кишечника у путешественников, да, когда при переезде вы ощущаете расстройство кишечника в связи с новой едой, с новыми обстоятельствами. Вот все возможные моменты, которые сопровождают нас в нашей жизни, мы от них не застрахованы. То есть каждый человек эти события наверняка в своей жизни переживал. Пищевое отравление. Пищевое отравление не всегда может быть сопряжено с высокой температурой, диареей и так далее. Оно может даже пройти незамеченным для вас. Но тем не менее вы съели некачественный продукт, вы съели продукт с бактериями патогенными, они попали в ваш организм, и через некоторое время только вы получили какие-то нежелательные реакции. Так вот, вот в этих случаях, во всех этих случаях, я уже не говорю о тех случаях, когда вы имеете уже нарушенный микробиом, то есть нарушенное соотношение бактерий по количеству и качеству, то есть избыточный рост, либо недостаточное количество тех или иных бактерий, ребиоз будет самым разумным и адекватным способом восстановления функционирования вашего кишечника и пищеварения в целом. Кластридии, как победить? Во-первых, есть бактериофаги к кастридиям, во-вторых, есть антибиотики к кастридиям. Нужно смотреть, это два метода. Допустим, бактериофаги будут более предпочтительны, если они есть, если ваши бактерии, вашим кишечникам, кишечники к этим бактериофагам нерезистентны, то вы можете использовать их, это будет предпочтительный способ ребиоза, опять скажем, да. Если, к сожалению, они нечувствительны к ним, то есть они нерезистентны, то вы можете использовать антибиотики. В этом случае антибиотики также выявляются на основании анализа на чувствительность. Беспокоит метеоризм и срывы. Но про поводу срывов нужно, наверное, анализировать ваш вообще рацион, образ жизни и другие факторы. Здесь не столько, возможно, бактерии виноваты, хотя и они играют тоже очень существенную роль. Это вообще интересная отдельная тема, которую я планирую осветить 29 мая. Будет эфир, посвященный тому, каким образом бактерии определяют пищевые предпочтения. Да, это интересная соемосвязь, но далеко не единственная. Поэтому здесь нужно оценивать качественно, комплексно, да, ваши, все ваши возможные факторы и после этого уже делать выводы. Что касается метеоризма, мне тоже сложно ответить на этот вопрос. Здесь нужно, опять же, анализировать ваше лицо, анализировать, на какие конкретно продукты происходят избыточные газообразования. И вот из этого анализа может быть уже понятно, что с этим делать. И делали это физиологии питания или это дело в нарушении кишечной микробиоты. Про кластриди я уже прокомментировала. Кластриди им есть бактериофаги. Возможно, вы не в курсе, скажем так, этой информации. К ним есть бактериофаги. Возможно, нет. Вы, возможно, имеете в виду то, что вы сдавали анализ на чувствительность и в лаборатории вам сказали, что у них нет распоряжений на анализ по чувствительности бактериофаги, которые могли бы вам помочь. Но я более чем уверена, что в кластриде есть бактериофаги. Просто надо искать и не только надеяться на анализ, который вам в лаборатории сделали. И к ним также есть антибиотики. Антибиотиков тоже не надо бояться, потому что это глобальное заблуждение, что антибиотики способны по всю микрофлору подавить. При правильном и грамотном выборе антибиотики могут принести больше пользы, чем вреда. Поэтому давайте относиться без фанатизма. Если у вас недостаточная информация о том, какие антибиотики стоит в каждом конкретном случае выбирать, обратитесь к специалисту, обратитесь ко мне, либо к вашему гастроэнтерологу, потому что есть целевые антибиотики. Я здесь не говорю сейчас про антибиотики общего действия, скажем, каждый антибиотик имеет конкретные какие-то цели, эффективен в конкретных случаях, поэтому здесь нужно просто грамотно их подбирать. С помощью пробиотиков, предбиотиков, клостридизить не получится. Резистентность антибиотиков, клостридии к антибиотикам. Выбирайте бактериофаги. Вот бактериофаги вообще это удивительная альтернатива, очень хорошая альтернатива лечению к антибиотикам. Это было признано даже на конференции, которая была посвящена микробиоте, проводилась в Гарвардском университете в прошлом году. Я ее смотрела в онлайн, у них было онлайн-вещание, и это признали ученые, профессора, которые занимаются этой темой очень глубоко. Поэтому бактериофаги – это замечательная альтернатива антибиотикам. Еще раз, бактериофаги сейчас найдены к очень многим патогенным и условно-патогенным бактериям. Просто, возможно, в лаборатории, которая делала вам анализ на чувствительность, этой информации пока нет, но нужно дальше самим исследователем работать уже со специалистом, который вам поможет их найти. Вопросы очень здоровские. Как понять, нужны ли пробиотики, и когда, если никогда не принимал? Значит, во-первых, у нас всегда есть анализ на микрофлору кишечника, анализ на дисбактериоз кишечника. Он сейчас настолько доступен по цене и по, скажем так, по географическим, с географической точки зрения, точно делается в любой лаборатории. Выйдите из дома и, скорее всего, в вашем дворе или в соседнем дворе, на стене улицы обязательно будет какая-то лаборатория. В лаборатории сейчас несметное количество. Различаются методы анализа микробиотов. Есть БАК-ПАКСЕВ, есть масс-спектрометрия. Это самые распространенные методы анализа на дисбиоз, то есть анализа кишечной микробиоты. Этот анализ дает вам понимание, что происходит в данный момент в вашем кишечнике. Это некий скриншот состояния вашего кишечника. Отпираясь на вот эти данные, вы можете уже, во-первых, выбирать пробиотики, это раз, и, во-вторых, отслеживать динамику изменений по тем действиям, которые вы предпринимаете для улучшения вашего состояния. Второй момент, который нужен для понимания, нужны ли вам вообще пробиотики, это ваше самочувствие. Если вас в вашем самочувствии вообще все устраивает, вам не нужно принимать никаких добавок. Это касается не только пробиотиков, это касается всего. Это касается любых трав, это касается любых добавок, это касается вообще всего. Не нужно принимать никакие БАДы, не нужно принимать никакие витамины, если вы себя чувствуете хорошо, и если на основании анализов, мы сейчас говорим про кишечник, поэтому это анализ на микробиоту, то у вас нет существенных отклонений и нечего корректировать. Используйте вот эти два адекватных, скажем так, параметра, которые позволят вам не тратить лишние деньги и в то же самое время определить, нужны ли вам будут пробиотики. То есть здесь надо понимать, во-первых, что вы жалуетесь, что вас беспокоит, какие у вас есть симптомы. Это раз. И во-вторых, это функциональная диагностика, то есть анализ на дисбактериоз кишечника, если мы говорим про кишечник. Вы знаете, специфический язвный колит может быть вызван избыточным ростом разных бактерий, не только клостридий. И здесь нужно учитывать фактор того, насколько долго это состояние, этот дисбактериоз у вас сохраняется, насколько превышен вот этот избыточный рост, скажем так, референсное значение, общее референсное значение, и сопряжен ли этот избыточный рост с воспалительными процессами. То есть вот эти вот моменты, которые не только в отношении клостриди, но и любых других проявлений дисбиоза могут давать понимание. Синдром избыточного бактериального роста можно победить без антибиотиков? Да, можно работать с антибиотиками аптечными, с фармакологией, а можно работать с антибиотиками природного происхождения. Вот честно говоря, когда мы сравниваем антибиотики аптечные и природные, растительные, например, здесь нужно понимать, что природные – это не значит безопасные. А природные иногда сильнее и по побочным эффектам иногда даже более негативно могут сказаться на вашем состоянии, чем некоторые целевые антибиотики. Поэтому если вы просто не хотите использовать антибиотики аптечные, вы можете использовать природные, но подходить к выбору нужно тоже грамотно и с умом. Ну вот как раз по анализу крови по оси, на микрофлору я и говорила, что это масса спектрометрия. Полезно ли после лечения антибиотиками вагинальных инфекций пропить пробиотики? Имеет ли это смысл? Это однозначно имеет смысл. Более того, лучше пить и пробиотики орально, перорально и использовать их местно. То есть можно использовать тампоны и орошение с добавлением пробиотиков. Можно использовать различные тоже аптечные средства, типа лактоцит и так далее. Это не пробиотические средства, это метаболиты бактерий, в частности лактобацилл, и они помогают поддерживать pH кишечника в том состоянии, когда бактериальные инфекции не будут развиваться. Так, про суперфуды еще ретин не поняла, при чем тут вопрос, и вообще структуру предложения не поняла. Окей. Существует ли какой-нибудь самый эффективный способ рибиоза? То есть какая-то одна, единственная, суперэффективная схема, протокол и так далее. Ответ однозначно нет. Потому что подбор пробиотиков для этих целей, подбор питания, при восстановлении кишечника обязательно должны совмещаться и диета адекватная, микробам которых вы хотите заселить. И у вас должно быть достаточное количество нутриентов, которые будут подпитывать в том числе микробиоту. И вы должны обязательно работать с воспалительным процессом. То есть должно быть употребление антиоксидантов и других продуктов, которые будут сработать в достижении воспалительных процессов. То есть это очень комплексная работа. И вот подбор всех этих компонентов, он должен быть привязан к вашему, по-хорошему, да, он должен быть привязан к вашим индивидуальным характеристикам. К этому сейчас идет персонализированная медицина. То есть я говорю о том, что вообще подбор средств, которые будут наиболее эффективны именно в вашем случае, он должен опираться на ваше происхождение, то есть техническую принадлежность, на пол, возраст, рацион питания, до прежней и текущей. Это любые медицинские события из вашей жизни и так далее. Даже наличие каких-то аллергий, наличие пищевой чувствительности, непереносимости и так далее. И сейчас очень интенсивно идет исследование в области изучения различных энтеротипов. Энтеротипы – это как выделение людей на основные типы здорового кишечного микробиома. То есть, в общем-то, наш кишечник представляет из себя сочетание разных родов бактерий, но у каждого человека преобладает какой-то конкретный один вид. Это очень интересно, и это очень нужно и полезно, и важно изучать каждому человеку, если мы говорим про такой индивидуализированный подход к подбору вообще добавок и витаминов. Вы знаете, вот сейчас очень большое количество информации уже доступно, и вы можете это сами изучать и проходить различные анализы, чтобы в этом для себя лично разобраться. О том, что существуют различные генные мутации, которые человеку не позволяют, к примеру, усваивать определенные витамины, при которых будет нарушена ферментная функция, при которой будет нарушена функция детоксикации в организме. И вот обо всем этом, в том числе и о вашем микробном энтеротипе, помогут узнать анализы на генетику. Среди анализов на генетику есть такой отдельный анализ, который называется анализ на генетику микробиоты. Вот этот анализ как раз позволяет определить, какому энтеротипу микробному вы принадлежите. Что это значит? Это значит, что... Для вас это будет значить что? Откуда были ваши предки? Чем питались ваши предки? И это позволит вам определить стратегию питания для того, чтобы иметь высокий уровень здоровья, энергии и прочее. Потому что если вы сейчас в каком-то энном уже поколении живете сейчас вот с вот этим энтеротипом, это значит, что ваши предки с этим энтеротипом процветали в прошлом, да? И что вам нужно сделать, это определить, какой энтеротип у вас именно, и дать вашим бактериям то питание, которое оно предпочитает. Потому что разные энтеротипы имеют разные пищевые предпочтения. К примеру, есть бактерии, которые предпочитают белки и животные жиры. Так что если вы вегетарианец, возможно, вы с этим энтеротипом испытываете большие сложности и большое количество различных неприятных симптомов. Есть те, которые предпочитают углеводы, сложные углеводы. Поэтому когда начинают говорить о том, что, вы знаете, кето-диета – это вот наше все, и это вообще идеальный способ питания человека, или там палеодиета, она вообще идеальна для всех, потому что вот так все наши предки питались, потому что это диета, которая предшествовала сельскохозяйственной эволюции. Вот это все ерундистика, потому что невозможно всех под одну гребенку сгрести. Мы совершенно точно, благодаря исследованиям, знаем о том, что мы все разные, и это можно было уже сразу понять. До микробной революции у нас были анализы по группам крови, это пыталась когда-то сделать Аюрведа, на Делянос, на Доши. И вот сейчас вот этот мощный прорыв в отношении определения генетики микробиоты. Этот анализ делают многие американские и европейские компании. В России этим занимается компания биомедицинский холдинг «Атлас». И вот мы когда проводили конференцию, у нас выступал генетик этой компании, и она рассказывала как раз вот, что можно узнать по анализу микробиоты, каким образом этот анализ позволяет улучшить свою жизнь. И я вот сейчас могу кратко сказать, что, проходя этот анализ, вы получаете руководство о том, какой тип диеты вам поможет улучшить самочувствие, да? Какие добавки вам лучше принимать, а как... Ну, Виктория, вы знаете, если вам этот анализ ерунда, вы можете искать информацию в другом месте. Я считаю, что этот анализ очень и очень эффективен. Поэтому если вы считаете это ерундой, вы просто тогда можете покинуть эфир. Наши предки именно процветали. Вот если мы будем, получим информацию о нашем энтеротипе, о том преобладании, который мы имеем. Это значит, что вот это вот преобладание, оно перешло нам по генетической... как по наследственности, да? Какое наше действие? Наше действие – дать этому микробиому, то есть этому микробному соотношению лучшее из той пищи, которую оно предпочитает. То есть я уже сказала, есть типы бактерий, которые предпочитают белки, есть те, которые предпочитают сложные углеводы и так далее. То есть, конечно же, нельзя разделить тех людей вот на три категории, да? Тем более это соотношение у разных людей будет разным. Но анализ на генетику, он позволяет определить все-таки, к какому типу вы более склонны. Это более персонализировано, чем, скажем, аюрведа, уж аюрведа там вообще. Виктория, вы, пожалуйста, покиньте эфир, вы мне мешаете рассказывать людям полезную информацию. Я нутрициолог. Я достаточно знаю для того, чтобы общаюсь с людьми из биомедицинского холдинга «Атлас» и достаточно сменена об этом анализе. Я знаю, что очень многим людям этот анализ, по-моему, позволил улучшить свое здоровье и самочувствие. Поэтому просто не мешайте нам. И что еще дает этот анализ? Он дает понимание того, какие добавки вам полезны. Я имею в виду витамины и какие-то другие рецептики. Какие виды активности вам могут помочь. Я не даю советы по антибиотикам, антибиотикам и инфраструктуре. Я не выписываю антибиотики. Я просто говорю о том, что есть антибиотики аптечные, есть антибиотики природного характера. Поэтому в каждом конкретном случае нужно анализировать, что поможет лучше. Природные антибиотики или фармакология. Это мы оцениваем в каждом индивидуальном случае. Я никогда не прописываю антибиотики. Я вообще не врач, чтобы прописывать антибиотики. Я даю людям альтернативы. Я могу сказать, что если в вашем случае ваши бактерии чувствительны к определенным антибиотикам, вы можете их поменять на природные антибиотики. Но я всегда говорю о том, что природные антибиотики это не значит безопасные полностью. Нужно это понимать. В общем, я советую анализ на генетику микробиоты, которая выполняет сейчас биомедицинский холдинг «Атлас». Еще раз, у нас был генетик, с которым у нас было интервью на конференции probacteria.ru. На сайте на этом можно найти все материалы. И что показывает? Вот этот анализ, он существенно отличается от анализа на дисбактериоз кишечника. Потому что если дисбактериоз кишечника – это скриншот того, что происходит в вашем кишечнике, то анализ на генетику не является диагностическим тестом. То есть он позволяет определить энтеротипы, он помогает определить предпочтения вашей микробиоты, он позволяет скорректировать ваш образ жизни и питания, но он не показывает дисбактериоз и прочие характеристики. Веда генетика в России и Новосибирске делают генетические анализы. Ну вот, возможно, веда генетика делает. Я знаю, что Атлас делает. Атлас имеет свои разработки, это российская генетическая наука. Вот. И они сейчас открыли… То есть это люди, которые используют свою методику, и они открыли первое… Первый центр был открыт в Москве, и сейчас они открыли в Лондоне. В Лондоне раньше не было генетических лабораторий, эту лабораторию открыл Атлас. Поэтому Атлас… Я никаким образом не аффилирована с этой компанией, просто знаю, что они хорошие ребята. Я с ними общалась лично на конференции и видела анализы, которые они предоставляют. Я лично общалась с врачом-генетиком, который общается и с вами после получения этого анализа. Поэтому этот анализ стоит около 8 тысяч, по-моему, рублей. Это хорошая информация, которую вы можете использовать всю жизнь. Это очень полезная информация. Поэтому если хотите докопаться до таких очень индивидуальных особенностей, связанных с вашим индивидуальным микробиомом, это будет очень полезный анализ. Если таких средств нет или вы не доверяете пока генетическим анализам, тогда просто можно прочитать что-то полезное на эту тему и сделать какие-то другие выводы, сделать другие анализы. Это не диагностический анализ. То есть если вас беспокоят сейчас уже какие-то отклонения, и у вас есть какие-то симптомы, которые вам не нравятся, то из которых вы считаете ухудшение с улучшением вашего состояния здоровья какими-то определенными заболеваниями, вот этот анализ на генетику он вам не поможет. В этом случае нужно делать анализ на диспоплески кишечника. Веда-генетик, вот пишет кто-то, это сильная компания, есть кейсы по разным заболеваниям, можно послать мазок со слизистой рта, но то же самое в Атласе можно сделать. В принципе, все так работают. Все анализы на генетику вам присылают конверт, точнее посылку такую, конверт с анализами, вы сдаете слюну, и все, все компании так работают, они не только веда-генетика. Вы аффилированы этой компанией, или вы просто сдавали у них? Веда-генетик за 1500 рублей не может дать ту информацию, о которой я говорю. То есть это, понимаете, для того, чтобы за 1500 это невозможно дать такую информацию, либо это очень узкий анализ, да, я посмотрю обязательно, что это за сайт такой, это очень узкий анализ, скорее всего, и он не дает те характеристики, о которых говорю я. Да, можно, конечно, разными, разные условия сравнивать. Просто я знаю, что вот тот анализ по энтеротипам, по энтеротипам делает в России только компания Атлоза. Возможно, только анализ, как вы говорите, в веде-генетики, это что-то все-таки другое. Окей. Да, на генетику микробиота вы сдаете кал, на генетику обычно вы сдаете анализ, то есть вы сдаете слюну, все правильно. Окей. Хорошо. Какие-то еще вопросы? Если остались, мы будем тогда двигаться по вопросам. что, значит, существует ли разница между пробиотиками, которые выпускаются разными компаниями? Абсолютно, однозначно да, потому что, во-первых, разные компании могут использовать разный производственный процесс. Во-вторых, даже в рамках одного вида, например, если мы берем лактобациллы, то вот эти вот бактерии, они могут отличаться несколькими генами. И этого достаточно, чтобы изменить влияние на метаболизм и на функции наших клеток. Да? Этого достаточно. То есть, если разные компании продают и гарантируют в составе, заявляют в составе лактобактерий, к примеру, одного и того же штамма, то различие в нескольких генах может давать существенную разницу, даже если вы употребляете одинаковые дозировки и один и тот же штамм. Поэтому, если вы пробовали правильно подобранный для вашего состояния здоровья пробиотик, но он вам совершенно не помог. Есть смысл попробовать те же самые бактерии, но у другой компании-производителя. В-третьих, в России пробиотики, к сожалению, это БАД, это не лекарство. То есть, при регистрации биологически активных добавок, которые в России относятся к пробиотике, предъявляют гораздо менее строгие требования, чем при регистрации лекарств. Поэтому многие отечественные препараты, я не говорю, что все, я говорю, что многие отечественные препараты малоэффективны, но есть очень хорошие и очень эффективные. Поэтому здесь нужно смотреть документацию. Я вот поделюсь, наверное, как в нашей семье мы подходим к выбору пробиотиков, может быть, это будет полезно. Я не говорю, что в каждом... Вы будете следовать такому же сценарию, но, возможно, это будет полезно. А после терапии пробиотиков и пребиотиков ничего не приживается. А что не приживается? Может быть, неправильно подобраны пребиотики и пробиотики в этом случае? Понимаете? Может быть, Ульяна, у вас неправильно подобраны пробиотики и пребиотики. В отдельных случаях... То есть надо вообще разбираться, с какой проблемой вы их принимаете. И здесь не только вопрос в качестве. Здесь вопрос в качестве всех добавок, здесь вопрос в качестве диеты, здесь вопрос и в том, какие пребиотики вы выбираете, потому что разные бактерии, они разные же пребиотики предпочитают. Есть экзистентные крахмалы, есть фрукты олигосахариды, есть галакты олигосахариды, поэтому что вы как бы выбираете? А в Европе и Америке разве не так? По-разному. В Европе многие пробиотики продаются по рецепту, но это зависит от страны, в Италии это продается по рецепту, а в Америке некоторые пробиотики, которые зарегистрированы в качестве лекарств, они продаются, вот я жила в Америке, продаются по рецепту, такие общего профиля, которые можно использовать для профилактики, а не для терапии. Они продаются, конечно, не то чтобы в аптеках, они продаются в обычных магазинах. Это не говорит о том, что они плохие. Я просто говорю о том, что стандарты при регистрации препаратов в качестве БАД требований намного ниже, и, как правило, они ниже качеством, чем лекарственное средство. Ульяна, я уже еще раз повторяю вам, что здесь вопрос в диете, здесь вопрос в выборе функциональных продуктов, которым в том числе относятся пребиотики. Правильно ли вы выбираете пребиотики этим пробиотиком и с какой проблемой вы вообще работаете? Может быть, вы не с того вообще начинаете? Может быть, вам не с анкредуацией нужно начинать? Вот, поэтому здесь надо разбираться, и, наверное, это вопрос для индивидуальной работы, а не для комментариев, потому что здесь ничего полезного я вам, вряд ли, не скажу во время пребиого эфира. Так вот, как можно выбирать пребиотики? Вот, по крайней мере, может быть, вам тоже, Ульяна, будет как раз полезна эта информация. В первую очередь, да, нужно изучить вопрос, изучить материалы, которые публикуются в авторитетных, не просто в интернете где-то, а в авторитетных научных и медицинских источниках, которые указывают, что вот этот штамм и вот эти вот сочетания микробов в составе пребиотического продукта может принести максимальную пользу для вашей конкретной ситуации. И вот проецируйте, Ульяна, это на себя, да, и можно ваш пример возьму? Вот, прежде чем выбирать пробиотик, вы эту информацию анализировали, вы провели такое изучение, то есть надо понимать, с чем вы работаете, уже после этого идти выбирать пробиотики, не то, что там Марфе Васильевне помогло, да, и Ивану там Петровичу помогло, а что вам нужно, с чем вы корректируете, что вы корректируете, и уже из этого делать выбор тех или иных, начнем со штаммов, да, второй момент, это производитель, то есть производитель, его репутация, и здесь, как любой коммерческий продукт, мы должны читать отзывы, мы должны читать отзывы тех людей, которые уже продукт, в общем-то, попробовали, понимаете? То есть это второй момент, который обязательно должен быть, когда вы покупаете пробиотик для терапии, про профилактику уже еще потом пару слов скажу, и вы используете результаты анализов. С чем вы работаете? Вы работаете с дисбиозом, да, то есть вот то, что вы можете увидеть, это на анализ дисбактериоза кишечника, который делают очень во многих лабораториях, или анализ на генетику, да, то есть от чего вы отталкиваетесь? То есть вот эти вот действия, они помогут правильно подобрать пробиотики и пребиотики, потому что тот же самый анализ на генетику, да, я уже сказала, он поможет определить энтеротип и предпочтительный способ питания, в том числе и пребиотики, да, ваши микробиоты. Что касается профилактических доз, да, и профилактического выбора в отношении пробиотиков, вот здесь вы можете использовать все, что угодно, потому что требования к профилактическому использованию пробиотиков, они не такие строгие, как к терапевтическому. Вы можете использовать любые аптечные пробиотики, вы можете использовать продукты питания, вы можете использовать йогурты, вы можете использовать ферментированные продукты, все, что угодно. В отношении ферментированных продуктов есть две стороны, скажем так, одной медали. Первое в том, что вот в Америке, вот мы называем их все ферментированные, а в Америке называются ферментированные и cultured. А cultured – это значит продукты питания, в которые были добавлены пробиотики, либо оккультуренные, сейчас скажу, скажем так, будем говорить оккультуренные, то есть какой-то выделенный отдельный штамм. Здесь вообще не идет никакой речи о дикой ферментации. В отличие от дикой ферментации, cultured foods, то есть оккультуренные продукты, они содержат один единственный доминирующий, скажем так, штамм. И, скажем, вот этот доминирующий штамм, он будет подавлять развитие другой микрофлоры в пробиотических продуктах. В отличие от них, дикая ферментация, то, что вы делаете, например, дома, они будут отличаться огромным разнообразием микробиоты. Какой из этого можно сделать вывод? Вот если мы употребляем коммерческие, оккультуренные продукты, к которым относится в том числе йогурт, к которым относится кефир и практически все кисломолочные продукты из магазина, здесь мы получаем очень узкий ассортимент этих бактерий, практически один-два вида. Если вы будете делать кефир у себя дома, если вы будете делать у себя дома кулашеную капусту, если вы будете делать другие продукты, вы получаете огромнейший ассортимент. И вот колоссальную пользу для вашего здоровья приносит как раз разнообразие. Более того, многие вот эти вот продукты, они дают идеальное соотношение микрофлоры. Я знаю ситуации, когда употребление одного единственного штамма, оно не очень благоприятно, потому что, к примеру, у вас уже есть переизбыток этих бактерий, а вы об этом не знаете, вы можете об этом узнать только на анализе, вы продолжаете употреблять вот этот йогурт, в котором только лактобацилы. Йогурт хорошо употребляется, и об этом есть клинические исследования, когда у вас есть вагинальный дисбиоз. Вот в этом случае действительно йогурт показывает самые лучшие данные по исследованиям. Что касается дикой ферментации, с одной стороны, я сказала, что очень хорошо и классно, но у вас дома не медицинская лаборатория, у вас не стерильные условия. Очень часто бывает кросс-контаминация так называемой бактерий, если у вас есть собака, если у вас рядом стоят хлеб, который очень часто содержит плесень, другие продукты, на которых плесень может развиваться, или у вас вообще в принципе дома плесень и очень большая влажность. Вот эти вот бактерии, которые у вас обитают дома при недостаточности проветривания, к примеру, помещения, они могут также попадать в ваши ферментированные продукты. Поэтому очень часто можно достаточно серьезно свою микробиоту ферментированными дикими продуктами повредить. Вот это вот одно из таких правил безопасности, которые я всегда рассказываю на своих программах и на мастер-классах по ферментированию. Это нужно учитывать обязательно. Так вот, принципы, которые могут, вы можете использовать, ну как бы некий вывод по тому, что мы сегодня рассмотрели, потому что вопросов пока не вижу, еще вернусь к вопросам, если останется время. Некий вывод из того, что мы сегодня обсудили. Во-первых, я хочу сказать, что мы сейчас середина мая, это значит, что до конца лета осталось совсем немного. Сейчас проходит программа, которую я веду, она называется «Про весну». Это программа рибиоза кишечника, которая позволяет оптимизировать микробное соотношение и позволяет оздоровить ваш кишечник и пищеварение в целом. Поэтому сейчас есть возможность присоединиться к этой программе, она будет актуальна, несмотря на свое название, до, в общем-то, все начало лета, до июля, скажем так. Принципы этой программы я сейчас перечислю, и эти же принципы вы можете использовать для самостоятельного восстановления микробиоты. Первый из этих принципов – это избавление, которое подразумевает не только избавление и выселение нежелательных жильцов в вашем микробиоме, это могут быть бактерии, условно-патогенные, патогенные, грибы, дрожжи и все прочее, но это могут быть компоненты в пище. Это могут быть, к примеру, плесень в продуктах питания. Это очень большое количество злаков, злаков, бобовых, орехов и так далее, семечек, содержат, к сожалению, плесень, те, которые продаются на развал на рынке, поэтому эти продукты однозначно должны исключаться. Должны исключаться продукты, которые содержат добавки различные, антибиотики, гормоны, консерванты и все прочее. Это исключение продуктов, которые я называю обычно проблемными. Это продукты, которые нарушают пищеварение, нарушают, приводят к пищевой чувствительности или вы имеете к ним непереносимость. То есть эти продукты также необходимы на определенном этапе этой программы или, если вы работаете самостоятельно, исключать. Это перезаселение и восстановление. Это второй принцип. То есть мы возвращаем в питание ценные вещества, это нутриенты, это витамины, минералы, правильные белки и жиры, это клетчатка, это пребиотики, необходимые именно вам. Здесь мы обязательно включаем функциональные продукты, мы здесь включаем добавки, мы здесь включаем определенные исцеляющие рецепты, так сказать. Здесь будут очень хорошо работать функциональные ферментированные рецепты, ферментированные продукты, которые вы получаете. Вот в программе, по крайней мере, есть книга с этим рецептом, которую вы можете использовать на программе и за ее рамками. И здесь же мы работаем, то есть мы работаем не только с выселением, да, на первом этапе, но здесь мы работаем и с заселением. Здесь мы рассматриваем в том числе и пробиотики, и пребиотики, продукты, которые содержат пробиотики, пребиотики одновременно. Это все может быть полезно. И симбиотики, и синбиотики, психобиотики и все прочее. Вот можно здесь об этом услышать на программе. И, наконец, восстановление и поддержание. Здесь очень важно учитывать такой момент, что не зря кишечник называют вторым мозгом, потому что есть очень тесная взаимосвязь со здоровьем кишечника и здоровьем вашего мозга. Если вы подвержены стрессу, это может непосредственно отражаться на состояние вашего пищеварения. Особенно часто это встречается у моих клиентов, к примеру, с такими состояниями, как синдром растраженного кишечника. Взаимодействие происходит через блуждающий нерв. И один из первоочередных факторов, который мы решаем здесь, это исключение стрессовых факторов, определенные нейротрансмиттеры, которые негативный эффект позволяют минимизировать диссидативные средства. Это практики релаксации, расслабления, ароматерапия и все прочее. То есть те моменты, которые могут напрямую к кишечнику не относиться, но они исключительно важны для поддержания состояния и поддержания микробиоты после программы в том числе. К программе «Про весну» можно присоединиться в любой момент. Я бы рекомендовала ее, в общем-то, всем, кто начинает знакомиться с микробиотой, с тем, что такое здоровье кишечника, с чего начать, потому что огромный объем информации. Программу можно найти у меня в профиле, если вы в Инстаграм, на Фейсбуке, в группе «Ферменториум» эта информация тоже есть. Можно ее найти на сайте yoga-radiox.ru Вопросы. Слышала от нутрициолога, что сметана под определенным микроскопом имеет гельминты. Ну и может, может и имеет, и что дальше? Во-первых, сметана... Вообще продукты кисломолочные, молочные... Вообще продукты из магазина, они практически все пастеризованы, поэтому... Это не относится к кисломолочным продуктам, да, а вот ко многим... Сметана, например, это больше жировой продукт, и она, скорее всего, пастеризована, поэтому наличие гельминтов, они, скорее всего, там не очень живые. И даже если есть гельминты, вообще тема паразитов, она заключается в том, что вы каждый день едите огромное количество гельминтов, паразитов, бактерий и все прочее. Здесь вопрос, насколько ваше... Насколько ваше... В организме есть защитные силы, да, которые препятствуют заселению этих микробов. Я здесь говорю про пиаж кишечника, это раз. Если у вас хороший пиаж кишечники, они там не будут оставаться, если у вас хорошая биологическая среда, их там не будет, даже если вы едите их килограммами, этих гельминтов. И если у вас достаточная кислотность желудочного сока, который является первым, скажем так, стражем на пути попадания всех вот этих вот патогенов, паразитов и так далее в ваш организм. Если у вас как минимум вот эти два фактора налажены, вам нечего бояться, что вы едите этих гельминтов. А когда делаешь домашний мацони и заквашиваешь магазином йогуртом? Там, кроме тех штаммов, что в йогурте появляются другие, конечно, появляются, да, я уже сказала, что у вас дома не лаборатория, у вас там и дрожжи, у вас там и плесень, вы не думаете, что все так здорово и красиво, что у вас там один штамм, такого не бывает. В любом ферментированном продукте вот с капустой мы съедаем огромное количество плесени, огромное количество дрожжей, огромное количество патогенных бактерий и даже гельминтов, может быть. Но дело в том, что мы съедаем их вот в том соотношении, в котором в организме они, ну, как бы, вот не будут иметь дальнейший рост, да. И, кстати говоря, квашеные продукты очень во многих случаях противопоказаны. Это, к примеру, относится к антикандидному протоколу, это относится к избыточному бактериальному росту в тонком кишечнике и в других состояниях. Поэтому, ну, вот так вот, об этом мы уже говорили не раз на наших весенних встречах. Если вы за квас... Я не очень, кстати говоря, знаю, какие именно, скажем так, по ГОСТу бактерии, кроме лактобактерии, есть мацония, надо смотреть, потому что это же очень традиционный такой специфический продукт. Я не думаю, что если вы его... что вот то, что вы говорите, да, вы используете йогурт, а, скорее всего, мацони, то там другие бактерии, не только те, которые в йогурте. У вас, значит, получается просто йогурт, а не мацони, если вы используете йогуртную закваску. Окей. Вообще, что касается пробиотиков, да, я вот сейчас сказала про ферментированные продукты, но это также нужно понимать и в отношении пробиотиков. Есть случаи, когда пробиотические добавки неэффективны. Это, как правило, относится к тем случаям, когда они подобраны неправильно. Они подобраны без соотношения к тому состоянию, которое вы корректируете. То есть вы пошли купили просто самые дорогие, самые дешевые, разрекламированные или по чьей-то рекомендации пробиотики без опора на то состояние, которое вы корректируете. Вторая ситуация, когда пробиотики будут вам противопоказаны. Это как раз относится к избыточному бактериальному росту в тонком кишечнике. В этом случае пробиотики и пробиотические продукты на первом этапе протокола не употребляются. Это относится, к примеру, к антикандидному протоколу, потому что, как правило, не рекомендуется сочетать пробиотики и антибиотики даже растительного происхождения, вообще антимикробные препараты. И это относится к ситуациям, когда, к примеру, у вас есть дисбиоз, но вы не знаете, по каким бактериям. И принимая просто какой-то пробиотик, вы можете усиливать какие-то определенные виды бактерий, которые у вас уже находятся в избытке. То есть в этих случаях, скажем так, пробиотики будут не лучшим вариантом. Если нет возможности дать анализ по Осипову и генетику микробиоты, стоит ли сделать постоянный анализ на дисбиоз? На что вы жалуетесь? То есть на что вас беспокоит? На генетику? Генетика – это не диагностический анализ, еще раз вам говорю. Он не покажет, какой у вас дисбактериоз и не покажет, что у вас сейчас творится в кишечнике. По Осипову, да, он покажет один из наиболее, скажем так, точных анализов. Что касается анализа на дисбактериоз, вот тот, который делают, скажем так, в лабораториях типа Инвитрий Хеликс, он более ограниченный, но для такого обывательского использования он достаточный. Как минимум, это хотя бы что-то, чем ничего. У нас остается 10 секунд на Инстаграм. Я благодарю вас всех за внимание, благодарю за то, что вы к нам сегодня присоединились. Мы будем продолжать встречаться с тем, на наших весенних встречах до конца мая и обязательно плавно перейдем в летние встречи, которые будут посвящены уже актуальным вопросам для летнего сезона. Спасибо вам еще раз. Надеюсь, наши выиграли в хоккей, если кто смотрел параллельно с эфиром. Всего вам хорошего, хороших выходных, до встречи. Пока-пока.